Усинск открыт для всех видов транспорта. Ранее на временной трассе были введены ограничения из-за метелей. После расчистки движение по дороге жизни было возобновлено. Накануне зимник проинспектировали депутаты окружного парламента и представители профильного департамента. Елизавета Кабанова продолжит. В этом году зимник на Ринмар-Усинск был открыт позже обычного. Из-за малого количества снега и неблагоприятных погодных условий движение для всех транспортных средств было разрешено лишь 1 февраля. Сегодня на обслуживании зимника задействовано 17 единиц техники, не считая вспомогательной, и порядка 45 человек. Есть также пункт отдыха для водителей. ДРП у нас обустроено спутниковой связью. Любой водитель, который попал в виду или что-то случилось, может обратиться, позвонить. Также есть медпункт, тоже за первой медицинской помощью можно обратиться. И есть пункты так называемого отдыха водителя, то есть, опять же, автомобиль подломался, сломался, может остановиться там, погреться, перекусить, поспать. Водители, оказавшиеся в сложной ситуации, могут принять душ, поесть и поспать. Есть спутниковый телефон, по которому можно связаться с близкими или аварийными службами. Единственное, о чем стоит помнить водителям, столовая оплата возможна только за наличный расчет и режим работы у поваров некруглосуточный. Мы работаем с 4 утра, потом у нас перерыв с 12 обед, с 2 у нас перерыв до 4, потом до полдевятого у нас ужин. Отдохнувшие водители могут спокойно продолжать путь. На некоторых сложных участках, к примеру, на переправе через реку Шапкино, дежурят водители тракторов. Они помогают преодолеть подъем тем автомобилям, которые не смогли заехать самостоятельно. А тем транспортным средствам, у которых произошел форс-мажор в других участках дороги, поможет обслуживающая компания. Если же у нас попал кто-то в беду, сломалась машина, есть спутниковая связь на КПП на выезде в сторону Наринмара и КПП в сторону города Усинск, там мобильная связь. То есть мы отслеживаем автомобили, которые зашли, если они где-то у нас пропали, есть оперативный транспорт, выезжаем, смотрим. Ну и плюс та техника, которая на линии, у людей всегда стоит задача, ну помочь, вытащить, где-то что-то там объяснить, где-то, может быть, там физически помочь с ремонтом автомобиля. Проверить, как идет работа на зимнике и какое обслуживание получают водители в пункте отдыха, решили представители профильного департамента и депутаты регионального парламента. Только еще начинают наметать, но зимник, удовлетворительно можно в состоянии сказать, приехали на пункт обогрева, где можно по столовой покушать. Если будут переметы, если погода, когда невозможно будет проехать, здесь можно даже и отдохнуть. Проехав по зимнику до пункта отдыха, участники комиссии пообедали в столовой, зашли в домик, где водители могут остановиться и переждать непогоду. Оценив состояние дороги и уровень комфорта для путешественников, представители пришли к выводу о удовлетворительном состоянии зимника. Ну что понравилось? 17 единиц техники работают на зимнике, плюс вспомогательная техника и 50 человек непосредственно персонала. Состояние зимника достаточно хорошее, можно сказать, удовлетворительное, но на что мы обращаем внимание, очень мало снега. В связи с этим, безусловно, есть некоторые требования по качеству и так далее. Но пока снег не появится, то качество особо-то не улучшится. В этом году единственной напастью стало отсутствие снега, из-за чего качество дороги оставляет желать лучшего. Но обслуживающая компания старается сделать зимник комфортным для передвижения. Состояние зимника удовлетворительное, ездить можно, в принципе, более-менее дорога ровная. Но что бросилось в глаза, это, конечно же, аномальная зима. Полное отсутствие снега, тундра местами голая и сильные морозы. То есть, как калийность, допустим, в некоторых местах была по осени, так она замерзла. Ну, дорожники где могут подливают, выравнивают. Твердая четверочка, я думаю, зимника можно поставить и работникам обслужив зимник. За актуальной информацией о движении на зимнике можно следить на информационном портале НАУ-24 в группе ВКонтакте «На краю земли зимники и паромы», а также в телеграм-канале «Дороги и зимники НАУ». Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал «Север».